Утром на трассе между Тирасполями и Бендерами остановились троллейбусы из-за того, что на проводах образовалась сильная наледь. Вереница 19-х стояла больше часа. Некоторые машины смогли двинуться только в начале 10-го. Наталья Ткачук с подробностями. Двери хоть не замерзли? Здрасте вам. Оттаянь. Обидно. Не доехал совсем чуть-чуть. Виктор Первый выехал из Бендерского депо еще в 6 утра. А теперь стоит на подъезде к Тирасполю. Уже четвертый час. Эта линия обледенела. Ждем сзади троллейбуса. Если приедут, поедем, мы впереди обратно, как Гагарин. Линию чистить. Женщина-водитель пытается управиться со штангой. Рывок и штанга в башмаке. 19-й двигается и снова встает. Многие из Бендер ездят на работу в Тирасполь и наоборот. Троллейбусы стали в самый час пик. Людям пришлось пересесть на маршрутки. И без этого всегда немаленькие очереди на двадцатку сегодня утром были еще длинней. Больше было? На сколько? В два раза? Я знаю. В два раза было больше. Поехали, что стоит. Мастер Тираспольского управления Владимир Кирилюк специально приехал в Бендеры. Разрулить транспортный коллапс. Сегодня у нас было обледенение. Поэтому, ну это каждый год такое бывает. Извините, но то, что есть, то и нет. Тем более вот здесь на подъеме тяжело было подняться. Поэтому стояли и мы, и стояли в Бендер сегодня. К обледенению троллейбусникам не привыкать. На этот случай есть своя методика. На штанге надевают специальные вставки из графита «Убийцы Иния». Для этого есть металлические угли и оно сбивает весь Иния. То есть первый троллейбус идет сбивает? Да. И вы так сделали? Да. А за ними уже следует остыть. В начале десятого троллейбусы и в Тирасполь и в Бендерах пошли по своему обычному графику. Хорошо ходят. Вот. Сейчас уже хорошо. Наталья Ткачук, Леонид Мостак, ТСВ.